Мне на ремонт прислали посылку, которая содержала целых два экспоната. И сначала каждому из них я хотел посвятить отдельное видео. Но в итоге материала набралось не очень много и я всё же решил сделать одно. Итак, давайте знакомиться с пациентами. Первый из них в особом представлении не нуждается. Знакомый каждому спектрумисту ZX Spectrum Plus 2. Это уже не совсем оригинальная машина. Она была выпущена уже не компанией Сэра Клайва, а новым владельцем бренда в лице Amstrad. Тем не менее, это всё ещё самый настоящий и оригинальный Spectrum, да ещё со встроенным магнитофоном. Второй пациент уже более интересная машинка – Atari ST. Это 16-битный компьютер с настоящей графической операционной системой и комплектной мышью. Хотя, зная скрегу Тремелла, мышь вполне возможно продавалась отдельно. По Atari ST планируется отдельное большое видео, поэтому сегодня не будет детального рассказа о том, что это за пека и что она умеет. ZX Spectrum приехал с симптомами не включается. Точнее, владелец его уже приобрел как нерабочий лот и сам его даже не включал. Для вывода картинки на Plus 2 есть два разъёма. RGB для подключения к монитору и ТВ, собственно, для вывода на телевизор. Первая проблема в том, что у владельца не было видеокабеля, а значит его нет и у меня. Но, раз на плате есть ТВ-модулятор, значит где-то должен быть и композитный сигнал. А раз наружу делать больше нечего, начнём разборку этой тушки. Пасеки магнитофона от старости задубели и растянулись, а значит нормально функционировать он уже не будет. Но с этим будем разбираться позже, сначала надо запустить плату. А вот и не очень богатый внутренний мир фирменного спектрума. Как и полагается фирменным машинам, всю основную логику спрятали в заказные кастомные чипы, а на плате остались процессор, память, ПЗУ и некоторая обвязка для работы с периферией. Главным элементом питания всей платы является 7805, он же кренка, он же линейный стабилизатор. При этом он сидит на здоровенном радиаторе, что косвенно говорит о высоком токе потребления платы. Так как сегодня подключать такую технику через антенны вход уже никто не будет, то с благословения владельца сделаю так называемый AV-мод. Его смысл в том, чтобы дать возможность снимать с сердца разъёма не высокочастотный сигнал для телевизора, а обычное композитное видео. В самом простом случае просто пустить композит в обход модулятора и подключить разъём к видеовыходу. Первая хорошая новость в том, что плата работает. А вторая новость, что на модулятор идёт инвертированный сигнал. В таком виде спектрумировать будет не совсем удобно, а значит надо его как-то вратать в зад. Хотя о чём это я говорю? Спектрумисты это самая неизбалованная ячейка сообщества. Чтобы убедиться в этом, достаточно вспомнить, как выглядел среднестатистический спектрум тех времён. Тем не менее, всё оказалось просто. Композитный сигнал инвертируется непосредственно перед модулятором, и для нормального вывода надо было подпаяться к другой точке. Однако по всей картинке идёт какая-то рябь. Эту рябь создаёт конденсатор C31, которым у куриной инженера Amstrad зачем-то подмешивают звук в видеосигнал. Не знаю для чего это было сделано, но для нормальной картинки от этого рудимента надо избавиться. И после его удаления картинка стала просто стерильно чистой. Теперь надо поставить на ход кассетную читалку. Пасеки состарились настолько, что им не хватает упругости прокрутить кассету. Их однозначно под замену. У себя нашёл вот такую кассетку. Очень горячая двадцатка. Ну что ж, попробуем разогреться под неё и проверим насколько работает магнитофон. Сейчас я набрал очень простенькую программку, которая не займёт для записи много места и времени, и попробуем её сохранить. Далее пишем сейф. Например, вот так. Пресс reeking play и нажимаем любую кнопку. Так, нажимаем reeking play и нажимаем любую кнопку. Вроде как запись пошла. Все. Останавливаем магнитофон. Сбрасываем компьютер. Заходим снова в basic. Перематываем назад. и пишем загрузить тестовую программу. Включаю play. Но, по идее, бордюр должен менять свои цвета гораздо быстрее. И здесь есть несколько вариантов. Либо плохая плёнка, либо что-то не так с магнитофоном. Дело на самом деле было в плохой плёнке. В самом начале, видимо, она слишком заезженная, грязная или зажёванная. Не знаю, что с ней было. Отмотал немножко вперёд. И теперь можем пробовать загрузить. Наконец-то ваши волшебные звуки загрузки. И наша программа отлично загрузилась. Значит, магнитофонная часть на этом компьютере абсолютно целая. Но пара Strong Basic для полноценного теста будет явно маловато. Можно было бы извратиться и записать какую-нибудь игру на кассету и потом загрузиться с неё. Но в своём хламе я нашёл старую магнитофонную головку, которую в теории можно подключить к внешнему источнику и сделать эмуляцию чтения с ленты. Ну, не то чтобы элегантное решение. Но... Вроде как работает. Маленькая игра в несколько килобайт вроде как загрузилась нормально. Теперь можем попробовать загрузить что-нибудь потяжелее. Но перед этим надо бы прогнать тест памяти, который, кстати, ошибок не показал. Около получаса игры в Dizzy тоже прошли без вылетов. А значит, спектр можно считать починенным и переходить к Atari ST. Первое включение прошло нормально. Как можно заметить, язык тут не совсем английский. Операционка от Atari ST была локализована на 8 языков. А так как эти компьютеры едут к нам преимущественно из Европы, то очень просто оказаться владельцем немецкой, французской, испанской или итальянской машины. Или, например, шведской, как в нашем случае. Владельца насторожили несколько мигающих пикселей, что может говорить о битой памяти в экранной области. Не знаю, будет ли видно это на камеру или нет, но кривые пиксели точно присутствуют. А в чём же конкретная причина, пока же только вскрытие. Заодно хоть посмотрю, как он устроен. Моё внимание сразу привлёк дисковод. Поначалу может показаться, что это самый обычный дисковод. Но фишка в том, что так оно и есть. На компьютерах 80-х годов, как правило, разными производителями устанавливались дисководы собственной конструкции. С собственной и не с чем не совместимой файловой системой. А тут самый обычный 40-пиновый дисковод, который ставился на пекарне вплоть до конца нулевых годов. За исключением, конечно же, лицевые панели, выполненные в стиле Atari. Бомбим компьютер дальше и добираемся до платы. TOS это название операционной системы для Atari ST. И как можно заметить, умещается она в 6 чипов ПЗУ. Судя по тому, что один чип стоит в панельке, когда-то у этого компьютера уже были проблемы с памятью. Эта модель платы содержит 512 килобайт АЗУ, но при желании её можно расширить до 1 мегабайта. Достаточно лишь припаять микросхему в пустые места. Вся, так сказать, архитектура системы также упакована в несколько кастомных микросхем, которые вдобавок замурованы в металлические скобы. Они не только удерживают чип от выпадания, но и служат для отвода тепла. До оперативки доберемся позже, сначала займемся англификацией. Кроме того, новая прошивка будет содержаться всего в двух ёмких чипах вместо 6 маленьких. Более ёмкие чипы несут проблему лишних четырёх выводов, которые не помещаются в штатную панельку. Но с этим проблем не будет, так как новые чипы ПЗУ, скажем так, обратно совместимы со штатными, и совпадают по распиновке за исключением четырёх дополнительных выводов. Эти выводы будут подключены напрямую в плату, а совместимая часть останется сидеть в старой панельке. Кроме того, установку операционки в два чипа предусматривает и сама плата. Для этого надо лишь задать перемычками новую конфигурацию. Естественно, ничего не заработало. Порыв ещё глубже, оказалось, что для работы двухчиповой памяти необходимо установить ещё одну отсутствующую микросхему. А так как необходимого вооружуйского чипа у меня нет, то в американском компьютере, собранном на Тайване и привезённом из Швеции, будет стоять советская логика. Какой-то интернациональный комп получается. Система запустилась, язык сменился на более привычный и осталось разобраться с оперативкой, так как мигающий пиксель всё ещё находится на экране. И тут появилась ещё одна не очень очевидная проблема. Atari ST уже достаточно современная машина и загрузку с магнитофона она не поддерживает. В то же время у меня нет возможности записать тестовую программу на дискету, ввиду отсутствия компа с флопиком. Но вовремя вспомнил, что владелец заботливо приложил эмулятор флопика, который сейчас будет очень кстати. Запустил тест памяти, но, как оказалось, он работает не слишком очевидно. На том же спектруме тесты памяти хотя бы показывают проблемный бит, от которого можно искать проблемную микросхему. Тут же тест просто показывают проблемный адрес и всё. Что с этим адресом делать дальше не поясняется. Причём, по отзывам опытных атористов, это самый продвинутый тест и искать другие варианты вроде как даже бессмысленно. Значит, воспользуемся дедовским способом и будем искать проблемную микросхему с замыканием её адресных ножек на землю. На экране начинают появляться помехи в виде пропадающих вертикальных линий. Наша задача найти нужный столбец, на котором сидит битая точка. При этом точка должна исчезнуть. Спустя пару минут поисков микросхема была найдена. И чтобы закрепить успех, просто насаживаем вторым этажом заведомо рабочий чип. Вот теперь тест проходит без ошибок и эту не совсем живую микросхему ждёт незавидная участь. Решил ещё немного увеличить процент импортозамещения и восстановить отечественный чип вместо буржуйского. Не то чтобы у меня был какой-то фитиш, просто RU7 осталась всего одна штука и надо было её куда-то применить. Да и смотрится на этой плате она более забавна. Владелец тоже решил не заморачиваться с дискетами и захотел встроить GoTek прямо в корпус. Для придания эстетике было распечатано новое шасси для платы, которое встанет вместо родного дисковода. Всё собралось и протестировалось. Игры запускаются нормально, но записать геймплей я не смог. Дело в том, что в ту эпоху на подобных компьютерах был отдельный порт для джойстиков, и большинство игр затачивалось именно под управлением с джойстика, а с клавиатурой управление персонажем просто не предусматривалось. Хоть на ST джойстики всё ещё были стандарты Atari, SEGA'овский геймпад работать с компом отказался. В редких случаях работала всего одна кнопка, поэтому оценить весь потенциал игровой мощи у меня не получилось. Так или иначе, оба компьютера были починены и отправлены владельцу, который, судя по отзыву, остался вполне доволен результатом. К Atari ST мы ещё вернёмся, посмотрим библиотеку игр и сделаем несколько интересных модов. Такой же аппарат лежит у меня в кладовке и ждёт своего часа. А на сегодня у меня всё, всем мира, добра и удачи, и до скорых встреч!